всем привет всем виктофон и сегодня мы посмотрим запись создания нашего парагона господина глеф ведь в самом начале я тут пытался сразу же поставить нашу обзину с бумерангом чтобы указать примерно где у нас будет находиться наш парагон большое спасибо я хочу сказать именно вот тем людям которые играли со мной сейчас я даже погуглю погуглю зайду в дискорд сервер мой дискорд сервера ссылка в котором будет в описании под видео который вы можете зайти чтобы поиграть с людьми в лунс тд6 потому что мало вообще людей кто играет а у нас там собралось такое большое комьюнити с которым вы можете конечно же поболтать что будет очень здорово а так мы вас ждем конечно с радостью и вот сейчас я посмотрю чтобы точно уж не ошибиться уж там у одного человека очень длинный ник а я вот сокращенно просто называю пельменем так вот смотрите первый человек это пельмени и пусть тоже существует я не знаю в чем прикол но них хороший одобряю потом еще один человек с ником дарвин и наш один по совместительству администратор этого дискорд сервера с ником не игрок святослав спасибо вам большое за то что сыграли со мной помогли много чего мне нового интересного рассказали это было здорово так сейчас мы занимаемся просто главной задачей это заработать какие-то деньги тут что-то так долго афк что с этой менюшкой и немного минус том что тут вот так вот распределено на четыре части эта карта а мне еще какая-то часть не очень удобная попалась с этим таймером причем это куда у тебя происходит поэтому в основном люди все остальные люди занимались фермами я тоже конечно старался строить но у меня это получалось похуже как мы пришли еще кто и как бы задача в том что мы будем выставлять основное количество наших обезьян бумерангов где-то только с 80 раунда потому что именно до 80 раунда появляется не так много шаров и бумеранги наносят не такое большое колесо урона как могут наносить уже в дальнейших раундов это как-то с самого начала их ставить нет прям такой нужды это не так обязательно поэтому мы на этом и не фокусировались наша главная задача была это просто выжить и копить деньги потому что это действительно нам очень важно поэтому пожалуйста оцените этот ролик лайком а может быть кто-нибудь еще не подписан на мой канал пожалуйста подпишитесь пора вы уже самое время так как видео будет все больше такие темы и я вам сразу же расскажу о том что мы уже отсняли еще одно видео с следующим парагоном я даже вам расскажу кто это будет вознесенная тень и я вам скажу это он так классно выглядит вот реально мне кажется это самый красивый парагон сотой степени на данный момент который есть так как его действительно как-то переделали как-то красиво и блин это здорово но таких трудов это дало его создать поэтому это действительно это было очень сложно очень муторно а проблема с интернетом у меня пол игры вылетала вы представляете просто пол игры вылетала я не понимал что это такое мы уже собираемся создавать парагона и такую тыкую создать у меня такое соединение прервано надо еще один раунд ждать мы уже все думаем да что происходит и вот из-за этого я не люблю совместный режим потому что если у кого-то одного лагает начинает лагать у всех а у меня как бы никогда не лагало я думаю что это поможет быть вообще почему но это не только у меня одного вылетала к счастью знаете проблем не только во мне как бы я вообще не считаю что это была проблема моя ну да ладно так как вы видите ферм у нас все больше и больше становится мы тут прокачиваемся постепенно таймер там уже подсказывает что с 22 минуты было отыграно но она конечно он длится очень быстро с учетом того что еще игра ускорена ну я вам скажу так что запись это длилось почти три часа вообще на создание каждого парагона третьей степени уходит почти три часа это очень долго это действительно много времени занимает поэтому если вы хотите этим заняться то выделяйте для этого прям большое количество времени так как за час вы точно не успеете может быть если вы пойдете играть один то все будет нормально а так как тут идет сразу несколько людей хита проблемы и сотого раунда уже знаете они идут очень плохо они начинают идти медленнее шары они начинают как-то подлагивать и один раунд может длиться минут пять и тысяч его моего что вообще происходит какой-то тяжело ну ну да ну чё поделать по-другому что никак не выйдет и кстати вы можете заметить у меня тоже довольно таки большое количество рынков прям неплохо постарался называются а я еще говорю что как-то ничего не делал но другие люди в основном занимались бананово-исследовательскими лабораториями ну правда человек слева снизу дарвин вроде бы там он действительно был он тоже занимался рынками хотя бы не я один это у нас как бы у меня желтые бананы а у него зеленые у меня поспелее будут все таки хотя за зеленые бананы платят больше немного странно хотя кто знает я вообще ни в чем не разбираюсь особенно знаете как бы идет запись и озвучка видео про сотового парагона я сейчас буду обсуждать какие бананы будут дороже в действительности если такое смотреть но так чё бананы есть бананы они вкусные кстати интересный факт вроде бы нету ни одного человека в мире у которого есть аллергена бананы то есть это максимально такая гипоаллергенная еда прям круто этого если вы боитесь может быть кто-нибудь из вас я вам скажу нет у вас ничего от этого не будет кушайте на здоровье так 56 раунд тем временем у нас уже я конечно же запись постарался немного ускорить добавил музыки музыку я добавил только потому что без нее звуки в игре они же также ускоряются из-за ускорения видео и это жесть какая-то начинается там бенджамин пищит как не в себя уже то есть сами герои вот эти выстрелы их тоже пищат шарики лопаются странные ты такой ё-моё поэтому уж лучше музыка вам будет приятнее уверяю вас именно от музыки они от ускорения так что да и еще кстати я пока ой-ёй как много бананов только что нам дало но вот это видео мы еще снимали до выхода последнего обновления как бы наверное этому видео уже где-то неделю потому что его не так уж легко вот все делать с учетом того что я стараюсь выпускать побольше видео и иногда приходится ставить приоритеты так как я еще собирался его выложить в прошлую пятницу да то есть получается сейчас какой сейчас среда уже офигеть то есть я его хотел выложить почти неделю назад реально но так как там добавили боссов мне сказали что раз боссов выложили на день раньше то следовательное обновление уже в субботу выйдет я такой ё-моё а боссов то надо отснять так что мне пришло взять в приоритет боссы потом обновление а потом видео в итоге а боссов прошел обновление нет зато потом оно вышло я такой ну все я должен уже создавать начнем выложить доделать это видео с этими парагонами потому что это сложно это прям вот вообще так у меня тут параллельно там музыка из видео орет и я прям такой вау качает качает нкс как бы вы можете использовать на ютюбе только ту музыку у которой нет авторских прав поэтому хорошо что довольно таки есть большая фанатека каналов или еще каких-либо ресурсов где хранится большое количество классных песен без авторских прав которые я уже там слушаю лет десять и вот ладно хотя бы сейчас это пригодилось это прикольно что я могу ее где-то вот так использовать потом вот смотрим шестьдесят девятый раунд я тут немного не понял прикола возле моих рынков вертолетчик был ну вот сейчас он до сих пор летает так думаю что он там делает а это вот вертолетчик дарвина он мне потом еще говорит ты же видишь его я такой ну да вижу а че зачем он так и не понял если честно зачем он но может быть он для подстраховки но он даже не прокачан поэтому ладно так тут у нас уже немного стоит вот обезьян с бумерангами и в принципе они дамажут хватает все это там как раз таки на первой части стоит обезьяны пельменя и они кстати и нанесли почти весь урон так как дальше уже толком не долетало поэтому спасибо им большое что именно его обезьяны внесли большой вклад в нашего парагона а так то вообще без всех участников парагона бы не было поэтому в первую очередь благодарность идет всем так семьдесят четвертый раунд пока идет у нас все вообще хорошо и как вы можете заметить ну даже лагов то нету никаких как то вот так вот все спокойно идет деньги идут уже прям у меня у меня и у дарвина уже даже есть этот я забыл как называется ну короче крутой рынок самый крутой это вообще что то там уолл стрит что то с этим связано короче очень классная штука поэтому деньги идут рекой во вы только что могли заметить как нам всем я тут параллельно все таки пытаюсь снизу поставить еще одну ферму но она не влезает я думаю да почему ты не влезаешь вроде бы место то нормально а нет она не хочет я такой ну не хочешь как хочешь будешь так смотреть так и тут я уже хочу поставить еще немного все таки обзян с бумерангами чтобы они уже были в основном и набирали урон так как деньги то девать уже толком некуда продал крутого обзян с дротиком по нижней линии которую я специально закупал для 63 раунда потому что 63 раунд он довольно таки так опасный там вылетает много шаров и будьте готовы к нему это как то знаете меня уже опыт научил что на определенных раундах вылетают сложные волны хотя я до сих пор не могу всех запомнить что мне надо бы особенно знаете когда вылетают фиолетовые шары это вот я реально я всегда пугаюсь и путаюсь от них а чё а для них у меня не так уж и много всегда защиты так как я люблю использовать огонь магию и плазму а у них ко всем этому иммунитет так вот тут вы можете увидеть что у нас уже одного ну один человек чуть не вылетел такое вот было несколько раз и сейчас мы отмотались до 145 раунда тут мы уже решили продавать наши фермы типа чё нам пускай лучше будет меньше объектов вот и здесь мы уже действительно задумывались о том что пора пора готовиться к нашему парагону вы посмотрите сколько леденцов летает как у нас немного эти муабы подлагивают нифига их назад они отлетели вы видите это просто все наши обязательно бумерангами молодцы большие так тут мы уже начали выстраивать постепенно как можно больше их делать 145 раунд это в принципе уже такой раунд когда может быть достаточно до создания сотого порагона но мы все таки подождали чуть-чуть и как вы можете заметить действительно долгое время никто не вылетает и это все таки наверное подлаги идут на таком вот уровне так тут видимо то ли я смотрю на деньги то ли еще что-то аааа меня попросили чтобы я передал кому-то денег офигеть я богатый откуда у меня столько денег было это нормально ну да ладно так мы начинаем уже все постепенно ставить бумерангов хотя если честно их не так их не обязательно ставить так много вот сколько у нас уже есть их прокачать этого будет уже предостаточно но мы решили не мелочиться что бы нет деньги есть правда вот не игрок еще почему-то не удалял ничего на данный момент хотя уже 146 раунд но мы не торопились по этому поводу вот здесь немного опасно было но к счастью мы все справились наши деревни которые позволяют видеть все типы шаров они очень помогают они прям вообще большие молодцы и также у меня тут есть разгон ультраусилитель точнее у меня вроде просто разгон и я его использовал или ультраусилитель что-то я уже не помню но я его короче в основном использовал на фермы хотя наверное надо было на парагонов но зато так вот фермы больше денег приносит почему бы нет о использовал а на что я использовал вот сейчас я видимо уже на этих на обезьян с бумерангами потратил так о все мне игрок начал продавать и ставить тоже этих обезьян ну пока все идет прям нормально все спокойно идет прокачка я уже выставил почти максимум но правда можно будет еще продать несколько строений например ту же самую деревню этот ультраусилитель и на месте них еще поставить может надо хоть бенджамина еще продать и вот все будет нормально единственное я вам сразу же расскажу такой спойлер в том что этот парагон не такой уж сильный если честно я как-то в нем разочаровался что-то он вообще из себя не представляет чего-то невероятного а те же самые алхимики прокачанные по нижней линии могут нанести гораздо больше урона вообще эти алхимики они такие они читерные они могут нанести больше урона чем любой парагон наверное как мне кажется лично если им дать такое немалое количество времени они так разгонятся что потом их парагоны просто не догонят поэтому как-то вот да если вы играете совместном режиме и хотите зайти как можно дальше то используйте их это действительно то что вам пригодится то что будет очень полезно для вас и у нас уже сто сорок седьмой раунд так сейчас я тут вот смотрю какие-то у нас разноцветные выходят взян с бумерангами как-то всех вот разных цветов немного опасно на самом деле в этот момент было как-то вот смотришь и думаешь блин а вдруг они пройдут и вы можете заметить что как уже тяжело идут дирижабли они идут не плавно они немного дергаются и я вам скажу что это не дело в количестве наших абзиан с бумерангом если их поставить в соло режиме все будет нормально ну по крайней мере у меня действительно у меня все будет в порядке и ничего такого не будет подлагов ну так как мы совместно в режиме то подлаги есть поэтому я прям вообще видимо всю жизнь пока они не не будут делать оптимизацию этого режима совместного я буду их ругать я буду вообще их так ругать что займитесь оптимизацией сначала потом уж создавайте парагонов потому что это тяжело то так же еще кстати хочу с вами поговорить о том что многие ли люди из вас играют в блунс тд battles 2 если да то напишите пожалуйста в комментариях как у вас вообще все проходит лагает ли у вас или нет потому что я играю на компьютере и у меня на ноутбуке на ноутбуке играю и на нем у меня подлагивает она как бы дело не в самих этих обезьянах то есть не они у меня лагают а именно проблема с интернет соединением какая-то что-то долго прогружается я отправляю шары они долго не вылетают я думаю ну что это вот вообще такое почему это так работает потому что вроде все должно быть хорошо а что-то нет и мне интересно у многих ли еще вот такая вот возникла проблема так как она ну действительно очень странная и мне это не нравится может быть против меня кидает каких-то людей которые живут там вообще в другой вселенной что у нас разница гигантская во всем но у меня интернет нормальный я вам отвечаю так тут я продал нескольких объем с бумерангами чтобы сделать их синими но как вы можете заметить я их сделал опять желтыми желто-красными и начал ставить заново и конечно там большой молодец мы просто решили поставить как можно больше этих вот всех бумерангов по приколу одного цвета чтобы были заполонить всю карту ну чё это прикольно это классно выглядит почему бы нет можно так сделать продал ультраусилитель надо бы правда еще турельки продать потому что они тут что-то так слишком выделяются слишком такой сделенный армейский цвет так тут что-то не ставится турели тут прям видите проблематично удаляются нажимаю продать они продаются только через пару секунд так так вот здесь можно разместить еще одну обезьяну с бумерангами кто-то запустил раунд мы не поняли в чем прикол и я такой ну все пора создавать парагона и посмотрите что у нас вышло в той степени это невероятно это очень круто так я тут решил до конца все уже продать и посмотрите полностью такая чистая карта с парагоном сотого уровня это вообще это невероятно это очень классно мы тут аж знаете уже диджеить в игре начали ну действительно очень классно многие были счастливы так как не у всех вообще наверное из тех с кем я играл в этой вот игре только у меня было достижение за сотого парагона больше ни у кого его не было но при этом вот посмотрите он действительно он наносит хороший урон он действительно большой молодец но я вам скажу что он не прямо уж такой классный есть герои и покруче тут мы для вас даже знаете все одновременно тыкнули типа смайлик что мы все рады но мы действительно этому раду были это было прикольно столько времени на это потратить и к счастью все это воздалось так тут я зачем-то поставил захотел поставить обычную обезьяну я уже не знаю для чего опять чуть ставлю а для чего я ее ставлю я видимо сам не понимаю для чего я ее ставлю и опять продаю все такое и опять ставлю опять нет опять ставлю он наконец-то я смог ее поставить укла ну понимаете три раза пытался поставить и продал теперь мы решили короче создать бога солнца все вместе каждый в наших вот в кружках вот этих вот типа прикольно будет почему бы нет ну да мне уже предложили чтобы у меня был темный бог солнца и такой ну давайте посмотрим может быть что-нибудь получится правда мне денег не хватает поэтому мне пришлось попросить чтобы не скинули ну со мной поделились и все нормально было но если честно я до сих пор ору со своей обезьяны с дротиками чего я вообще делал три раза пытался поставить один раз наконец-то поставил как поставил удалил сразу же недолго она что-то у нас жила так выставляю чтобы вот прокачать все и у нас тут видимо еще один человек хотел сделать темного бога солнца или чего-то не понимаю так но в любом случае иду все вот прокачивать все идет нормально к счастью прогон у нас тащит и вот сейчас действительно кстати благов то нет может быть совместном режиме действительно количество вот этих вот всех обезьян очень сильно влияет но как-то я не знаю и в этой игре кстати заметил что такой вот баг был когда ты резко много кого-то качаешь и она не стоит прокачаться у тебя вылетает что цена ну вот прокачки стоит там что-то 432 и налить 20 30 то есть убагуется там что-то прикольно так вот видите темный бог солнца есть все нормально кто-то создал бога солнца начни дарвин создал бога солнца вообще там где-то что-то не там я не знаю чего это вот было такой ну да ладно мы ему сказали переделывай чтобы все было хорошо так вот видите у нас тут у одного человека вот вылетала а у нас при создании вознесенной тени вылетала каждый раз у меня вылетала на каждом раунде переподключение 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 и это было действительно ужасно так тут я поставил обезьян деревню уже и не оставлю по факту чтобы у нас темный бог солнца мог видеть все типы шаров так как вроде бы он ничего не видит без этого так что вот вроде бы все у нас тут нормально проходит и потом мы уже конечно все разошлись и один человек решил а доиграть поиграть одному вот эту вот карту и что я вам могу сказать алхимики которых вот мы четырех потом поставили алхимиков они нанесли гораздо больше урона чем наш парагон также он поставил наварха не сотой степени далеко не сотой степени и не поверите он тоже нанес больше чем господин глеф поэтому меня прям это вообще удивило что это такое вроде же так круто такая крутая степень ну почему так мало урона и вот это вообще на самом деле странно вот вышло какой-то немножечко бесполезный он очень много урона наносит но все-таки недостаточно для степени парагона а на этом я наверно буду заканчивать видео мы вроде бы добились своего создали сотую степень я вас поздравляю это но было действительно это невероятно было сложно но очень классно с вами был диктофон подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии я буду очень ждать ваших отзывов по этому поводу всем удачи и всем пока